Здравствуйте! В эфире канала ГРТ Новости. В студии работает Татьяна Ставилова. Вначале коротко о главных темах выпуска. В селе Копчак во время уборочной эстрады произошла потасовка между рабочими колхоза «Победа» и другого сельхозпредприятия. Улицы города Вулканя, что могут погрязнуть в мусоре. У жителей села Казаклея огородника со стажем свои секреты возделывания сельхозкультур. В селе Копчак во время уборочной эстрады произошла потасовка между рабочими колхоза «Победа» и другого сельхозпредприятия села. В чем причина конфликта разбиралась Зинаида Канцер. В селе Копчак конфликт между сельхозпредприятиями села длится на протяжении долгого времени. Очередная потасовка на поле между рабочими двух сельхозпредприятий произошла в конце прошлой недели во время уборочной эстрады. До того, как комиссар приехал, наш трактор преградил путь одному комбайну. Тот остановился. Преградил путь другому комбайну. Тот остановился. По новой. То есть получается, как бегали друг за дружкой. Ну, естественно, часть трактористов недовольны, часть трактористов молчат, потому что они знают, что мы правы. Но дошло дело до того, что комбайн едет, его надо остановить. Я позвонил нашему юристу, позвонил нашим охранникам, агроному, полиции сообщил об этом. И когда уже приехал, в принципе, увидел то, что увидел. А увидел, что есть комбайн, протаранил этот трактор. Жадка, и оно уже не подлежит восстановлению. Если и подлежит, это нужно 3-4 дня работать сильно. Поэтому нам пришлось эту жадку убрать и новую установить. И сейчас комбайн работает, естественно. Началось все с того, что этой зимой более 300 квотчиков решили забрать свои земли из колхоза «Победа» села Ковчег и перейти к другому сельхозлидеру – Валерию Монастерлы. Их земли расположены на площади 160 гектаров. В количестве 306 человек люди заключили с нами договора с фирмой «Инвесойл». После чего начались конфликты. Был поджог комбайна. Это нельзя отрицать. Есть уже доказательства. Я не могу утверждать, кто это сделал, но это нужно задуматься над тем, кому это вообще интересно было. И почему с того момента, как мы начали заключать договора с людьми, после этого начались вот такие вот проблемы. Мы писали письма, отправляли. И мы, и примария отправляли письма, подтверждающие, что мы являемся арендаторами этой земли. Что у нас есть эти договора. В свою очередь, председатель колхоза «Победа» Семен Драган отмечает, что руководство предприятия не получило ни одного заявления о выходе квотчиков из колхоза. В этом году мы будем выдавать 7 квотчиков по решению колхоза. Почему? Потому что у нас ни одного заявления нет о выходе из колхоза. Повторяю, когда мы осенью выдаем людям на тура оплату, на квоту, значит, люди, никто из них не написал заявление, что они уходят, что они будут уже в другом капитале или кому-то они хотят передать. Поэтому я еще раз говорю, что мы будем выдавать всем, независимо, они передали, не передали. Вот 306 человек, которые передали, да, мы им и будем выдавать. Почему? Потому что еще раз заявляю, что у нас нет ни одного заявления. Для решения этой ситуации Валерий Монастерной предлагает ряд своих решений. Нам пришлось уже, раз я на такой компромисс не идут, поле не дают, убрать не дают. Один из вариантов я предложил. Вы посеяли, вы не знали якобы, предоставьте счет, я плачу за спашку, я плачу за посев, то есть те затраты, какие вы понесли. Председатель колхоза «Победа» Семен Драган предложил свой вариант выхода из сложившейся ситуации. Мы предложили, в принципе, путь выхода из этого решения. Заключили договора, давайте мы этот год отработаем, вы делаете титула, завершаете эти работы и после этого, пожалуйста, с чистого листа убрали урожай, берете поля и работаете, никаких проблем. Потому что мы не можем идти против этих людей. Если человек написал заявление, это его право. Но сегодня есть 4200 квотчиков и из 4200 квотчиков 306 ушли. Примар Сила Ковчак Олег Горизан отметил, что методы выяснения отношений неприемлемы на сегодняшний день. И он не раз приглашал все стороны за стол переговоров. Он также отметил, что у людей есть право выбора того предприятия, которое их устраивает. Я очередной раз призываю все экономические агенты, которые хотели бы работать на территории села, садиться за стол переговоров и работать, и говорить, находить общий язык. В любом случае, процессы, которые происходят в селе, они необратимы. И вот такие методы, как силовые перекрытия комбайнов, сжоги комбайнов, поджоги тракторов, нанесение ущерба другим арендаторам, сожгли ангар. Это все очень плохо может закончиться на территории села. У квотчиков земли свои видения по поводу возникших разногласий между двумя сельхозлидерами села Копчак. Парадакка там Андреев, Андреев, Копчак. Ким капаетлы, ким аккел или вудot holy, он не 몰라. Сколько человек капаетл, я капает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В последние две недели в Гагаузии отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ежедневно выявляется в среднем до 13 случаев, подтвержденных положительных результатов. В настоящее время пациенты с коронавирусом из Гагаузии госпитализируются в республиканские учреждения. Но рост случаев по всей стране показывает, что Гагаузия должна быть готова, говорит начальник управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии Светлана Дулева. Мы видим в последние дни, что пациентов по республике стало больше. С местами в республиканских учреждениях стало тяжелее. И, вероятно, будет необходимость открытия ковид-центров в наших районных больницах. Это при Камрадской районной больнице и при Чадролунской районной больнице. На данный момент в районных ковид-центрах идет подготовка к возобновлению работы. В частности, в Чадролунском ковид-центре ведутся монтажные внутренние работы, после чего будет произведена установка кислородной рампы. В районной больнице в Чадролунге есть кислородные концентраторы, однако они сложны в применении, так как должны находиться вне больничной палаты. По словам Светланы Дулевой, новая система по обеспечению подачи кислорода будет доступна в каждую палату. Районные больницы обеспечены медикаментами, обеспечены средствами индивидуальной защиты для медицинского персонала, для того, чтобы они могли работать в ковид-центрах. В Камрадской районной больнице установлена кислородная станция. В Чадролунге на этой неделе мы проводим работы для подведения кислорода в каждую палату. И поэтому мы можем говорить о том, что мы готовы продолжить работу, если в этом будет необходимость. Тем временем от осложнений, вызванных ковид-19, за последние сутки умерли три человека. Две женщины из Гагаузии и мужчина из Единиц. Несмотря на это, уровень вакцинации в Гагаузии остается самым низким по всей стране. Светлана Дулева призвала все население активнее вакцинироваться. Наше население, наверное, немножечко расслабилось из-за того, что два месяца у нас была благоприятная ситуация, не было заболеваемости. И всем, наверное, показалось, что ковида нет. На самом деле он есть, он потихонечку возвращается. Самое безопасное лечение от ковида – это вакцинация. Даже если наш пациент заболеет после вакцинации через определенный период, есть гарантия того, что он не получит тяжелую форму ковида и он не закончит летальным исходом. Отметим, ранее стало известно, что правительство рассматривает вариант обязательной вакцинации для категории граждан, которые по долгу службы часто контактируют с другими людьми. Семьи врачей из Гагаузии, скончавшихся от коронавируса, получат по 100 тысяч леев. Правительство одобрило 14 июля предоставление единовременного пособия семьям медработников, умерших от коронавируса. Согласно решению Кабмина, размер компенсации – 100 тысяч леев. Как отметили в пресс-службе правительства, помощь получат 23 семьи. Четыре из них из Чадерлунги. Пособия смогут получить супруги медработников, их дети до 18 или 23 лет. Если они еще учатся, а родители – если у погибшего нет наследников первых двух категорий. Выплачивать пособия будет медучреждение, в котором работал погибший. На эти средства из бюджета выделят 2 миллиона 300 тысяч леев. По данным Минздрава, в Молдове с начала пандемии коронавируса его жертвами стали 117 медработников. В Центральном парке муниципия Камрад прошло открытие нового арт-объекта – лента солидарности. Это место отныне знаменует поддержку людей, больных с ПИДом. А открытие инсталляции приурочено ко дню памяти умерших от этого заболевания. Лента солидарности. Такое название носит новый арт-объект, установленный в Центральном парке муниципия Камрад. Две красные скамейки являются знаком памяти умерших от СПИДа, а также знаком поддержки людей с этим диагнозом. Инициатором создания такого значимого места является региональный социальный центр Инпериона Пентру-Вьяцан. На этом не будем останавливаться. В дальнейшем также будем продолжать что-то подобное делать совместно с органами местного публичного управления и общественными организациями. Сразу, как только подошли к нам с проектом, с макетом, показали, мы сразу одобрили этот макет. И, как говорится, помогли по всем моментам техническим неполадкам, чтобы его быстро могли установить и чтобы у нас в парке появился такой объект. Целью арт-объекта является создание благоприятных условий для людей, которые живут со СПИДом. Никто не застрахован. Поэтому проблема ВИЧ-инфекции может коснуться каждого. Все люди имеют право на полноценную жизнь без дискриминации. Люди, которые этим затронуты, они очень реагируют остро на это всё. Они очень читают про всё. И когда они будут понимать, что их поддерживают, что есть куда обратиться, что много людей с этим живут. Потому что у нас на юге есть… Никто не открывает свой статус. Ну, страшно. Когда в селе знают или в городе, что ты болеешь, это немножко дискомфорт создаёт. Поэтому, когда мы будем поднимать эти вопросы, создавать для них безопасное место, то будет понятно, что они такие же люди. Они могут спокойно общаться, спокойно со всеми контактировать. Арт-объект носит информационный характер. На нём установлены QR-коды с ссылкой на сайт социального центра, где можно пройти тест на ВИЧ, отвечая на определённые вопросы. В наше время молодёжь уже больше знает, информирована о путях передачи и знает, как протекает заболевание ВИЧ. И оно не так ужасающе, как раньше думали наши населения. В социальной организации призывают следить за состоянием здоровья и регулярно сдавать анализы на ВИЧ. Рекомендуется проходить тестирование хотя бы раз в год. Своевременное обнаружение заболевания позволит вовремя начать лечение. К тому же, в нашей стране лекарства для ВИЧ-инфицированных бесплатные. Улицы города Волконежта могут погрязнуть в мусоре. Вывоз бытовых отходов временно приостановлен. С чем это связано, выясняла Галина Моресева. Счета муниципального предприятия ЖКХ заблокированы. И сейчас нет возможности оплачивать заработную плату работникам и производить расчёты за горюче-смазочные материалы. Предприятие вынуждено приостановить свою деятельность. То есть, вывоз мусора временно осуществляться не будет. Об этом рассказала юрист предприятия Лисник Валентина. «Работники предприятия в течение месяцев не получают заработную плату. Из-за того, что назначены незаконно исполняющие обязанности управляющего предприятия, 19 февраля пришёл в банк и написал заявление по аннулированию своих подписей. Он оставил свои две подписи, не доверив вторую подпись главному бухгалтеру». Теперь счётом в банке никто пользоваться не может, сказала Валентина Лисник. «Действующий руководитель предприятия находится в состоянии судебной тяжбы с Вулканежским городским советом, не имеет на руках экстраста на своё имя и поэтому не может активировать свою подпись и подпись главного бухгалтера в банке, чтобы проводились все финансовые операции». По этой причине работники муниципального предприятия ЖКХ не могут получить заработную плату, несмотря на то, что в банке на счетах предприятия есть финансовые средства. «До настоящего момента предприятие как-то выкручилось, спросило экономических агентов носить наличную плату за услуги. Но сейчас время прошло, полугодие закончилось, экономические агенты рассчитались. Дальше сбора средств в кассе нет». Вследствие этого муниципальное предприятие ЖКХ было вынуждено приостановить свою деятельность. «Весь коллектив ежедневно выходит на работу, находится на рабочих местах, но выезжать не можем из-за того, что у нас даже нечем заправить мусоровозы». Как скоро ситуация разблокируется, юрист муниципального предприятия ЖКХ затрудняется ответить, потому что… «Дело в суде. Когда оно завершится, мы не знаем. И как нам выкручиваться из этой ситуации, мы тоже не знаем». Вместе с тем, как рассказала Валентина Лесник, администрация города Вулканешт и МПЖКХ предпринимают все меры для того, чтобы ситуация не достигла критического уровня. «Мы обращались с просьбами и в банк, и в НАЦБанк Республики Молдова. Нам везде дали ответ однозначный. Нет, невозможно проводить операции финансовые до тех пор, пока не будет экстраса на руках у действующего руководителя». Поступление маломальских наличных средств на предприятие даст возможность закупить… «Только топливо и опять просить наших работников, водителей, грузчиков выходить на работу без оплаты». Администрация муниципального предприятия ЖКХ города Вулканешт и приносит извинения жителям за причиненные неудобства. Выращивание сельхозкультур требует особых умений. Своими секретами делится житель села Казаклии Дмитрий Узун. «Чувство юга, чувство поддержки, понимания». Такое понятие стало известно нам от жителя Казаклии Дмитрия Узуна, огородника со стажем. У него свои секреты хорошего урожая. И вот пришла пора делиться ими, проявить то самое чувство юга. Огород по сельским меркам, средних размеров. Однако есть все – овощи, плодовые деревья, кустарники и виноградники. В открытом грунте высажены помидоры. Висят уже гроздьями. Причем один плод в руку едва может поместиться. Рассаду вырастили сами, семена купили сами, вырастили рассаду. И высадили в первых числах мая эти новые сорта, которые, в принципе, раньше и не было. Это сорт гибридный, называется супернова. Он отличается тем, что крупные помидоры и ранние. Следующие там, здесь их 12 кустов. Это так, чтобы вот просто позже одним махом собрать. Они не плодоносят целое лето. Вот они созреют, их надо собрать и все. Дальше есть столько же, 10 кустов есть, сорт. Мы сейчас туда не сможем пройти. Тот высокий, длинный, это называется бычье сердце розовое. Розовые помидоры, крупные помидоры, красивые для того, чтобы... Второй ряд, и везде здесь по 25 кустов, в каждой бредочке. Второй – это багира, полряда, полряда – Ольга. А там вся смесь, которую мне дочь из Кичнева привезла семена, я посадил. Я даже не помню, какие, но они некоторые высокие, видно, некоторые низкие, но они все с урожаем. Дмитрий Георгиевич применяет исключительно капельное орошение. Воду использует из уличного колодца после суточного отстаивания. Как рыба в воде, так можно назвать нахождение Дмитрия Георгиевича в теплицах. Их две – в одной – томаты. Этот сорт называется калибри. Я его сажаю в лет пять. Он целый ряд, он самый высокий, обратите внимание, он и растет до этой крыши. Почему, чем он мне интересен? Это гибрид, он очень урожайный и очень твердые помидорчики. Для закатки полтора-литровой банки или трехлитровой – идеально. Вместе с капустой, с арбузом, и твердый, и не размокает. То есть он так и стоит целый год. Вот этот сорт, называется Big Beef. Ну, Big Beef, несложно перевести, это по-английски – это большой бык. Это гибридный сорт голландский. А тут ралли, тоже голландский. Вот эти пять сортов основных. И среди них есть, видите, желтый. Это никада желтый. Это я специально посадил для разнообразия. Желтый, красный, белый. Для урожая томатов и их сохранности Дмитрий Георгиевич пользуется проверенным способом. Капли йода, 30 капель йода на ведре воды, молоко или обратно. И опрыскаешь и в болезни, и подкормку. А вот еще одна теплица размером поменьше 4 на 6 квадратных метров. В этом году здесь перец гагашары, там перец салатный, толстый, болгарский. Три сорта огурцов. Огурцы все гибридные, голландский сорт. Этот, у него название даже в буквах нет у него названия. Вот это линара, это кибрия. Ну, и один из них лучший, конечно, тот, который цифровой, и линара. Вот этот не очень хороший сорт. Он и болеет, и прочее. Вопрос в чем? Посажены это все тоже, как и помидоры, в начале апреля. 5 мая мы имеем здесь, смотря какой год, 10 мая имеем огурцы первые. Огурцы надо собирать каждый день. Тогда их урожайность будет увеличиваться. Для подкормки растений натуральная органика. Ну, то есть навоз и куриный помет. Фактически вот молоко, йод и мыло. Мыло для того, чтобы прилипло. Хозяйственное? Хозяйственное. Жидкое мыло. Я покупаю жидкое диктерное мыло. И еще один лайфхак от Дмитрия Георгиевича, чтобы урожай радовал. Ну, можно еще добавить, когда только начинают они расти, можно добавить калия. Можно добавить борную кислоту. Борный спирт, порошок такой. Он для того, чтобы завязи были. Самое главное правило для огородника – менять местами огурцы с помидорами через год. Это скажется замечательно на будущем урожае. В уходе и выращивании овощей принимают участие все члены семьи УЗУН. Позвоночники не такие гибкие, как у молодежи. Они помогают нам посадить. Невестка и сын там. Сын у нас технический. Он вот эту теплицу собрать, может разобрать. Любое новшество сделать теплицу он умеет. Это все сын. Второй наш сын Саша, который живет с нами. Дмитрию Георгиевичу и супруге Вере Константиновне чуть больше семидесяти. В этом году у них золотая свадьба. Трое детей, пятеро внуков. Есть для кого жить. А огород – для удовольствия. Зачем это? Я просто говорю, что если я ничего не буду делать, я заплесневею. Я повторяю вовес голос. Заплесневею. Я не хочу плесневеть. Я хочу пока. Мне много лет. Я хочу еще чуть-чуть пожить. Свою удовольствие. Дмитрия Георгиевича УЗУН знают в Казаклии и Старый Млад. Не потому, что в селе все знают друг друга. Дмитрий Георгиевич долгое время возглавлял колхоз в селе. Занимал ведущие должности в Чедрунском районе. Доводилось по работе встречаться и с Михаилом Тузловым, уроженцем села Кирсово. Тогда Михаил Иванович был министром заготовок в Молдавии. От него и пошло чувство юга. И как-то у нас была одна проблема в колхозе. Я к нему обратился. Он сразу же ее выполнял. Даже не в том объеме, что я попросил. Я говорю, что я столько не просил. Мне неудобно было. Он говорит, сынок, ты откуда? Я говорю, что я заклею. У меня всегда было, есть и будет до смерти чувство юга. Если ты тоже южанин, как я, значит, мы с тобой обо всем договоримся. Это высказывание я запомнил навсегда. И поэтому действительно вот чувство землячества, чувство юга, чувство поддержки, чувство понимания. Это, конечно, здорово, когда люди оценивают. В Кишиневе сегодня состоялась пресс-конференция в рамках проекта по продвижению поддержки национального спорта «Путь в Токио. Давай, Молдова». Наша спортсменка Елена Кольчик, которая занимается тяжелой атлетикой, удостоилась права принять участие на Олимпийских играх, которые будут проходить в Токио. Игры 32-й Олимпиады в японском городе Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Они были перенесены с 2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавирусной инфекции. До старта Олимпиады осталось 9 дней. Часть молдавских спортсменов уже в Токио. В Олимпийской деревне приняты строгие противокоронавирусные меры. Участники пресс-конференции, президент Федерации по тяжелой атлетике Республики Молдова Антонио Кофлици и тяжелые атлеты. Среди них наша спортсменка Елена Кольчик. Они будут представлять нашу страну на Олимпийских играх. Это Марина Рома и гагаузская спортсменка Елена Кольчик. Всего из Молдовы в Олимпийских играх принимают участие 20 спортсменов. Они ежедневно готовятся к соревнованиям. В завершении выпуска о погоде. Субтитры предоставлены в Олимпийских играх. Был, конечно, ночью 18 градусов тепла, днем воздух прогреется до 32 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и только хороших новостей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова